5 октября в Кривой администрации состоялось заседание Координационного совета по реализации инвестиционных проектов, которые провел Павел Предпрезидента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Открывая встречу, Виктор Александрович напомнил ее участникам, главам Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области, а также представителям федеральных ведомств и бизнес-структур о главных целях форума. Чтобы мы сейчас максимально активизировали нашу инвестиционную политику, нашу социально-экономическую политику в трех регионах в Забайкальском крае, в Республике Бурятия, в Иркутской области. Выслушав наставление Павел Предпрезидента, к трибуне вышел губернатор Равиль Гениатуллин. Он открыл заседание докладом о способах повышения инвестиционной привлекательности Байкальского региона и, следовательно, уровня жизни его населения. Особо Равиль Фаритович остановился на давней проблеме газификации Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Осуществить достаточно масштабную газификацию субъектов Российской Федерации Байкальского региона. Мы понимаем, что от этого зависит качество жизни и конкретного каждого человека, и энергетики большой и малой во многом. У нас же разговоры для всего 15 примерно лет. В них я участвую непосредственно по поводу кого-то, южных холлов, ванную дом газифицировать, затем счету газифицировать. На протяжении двух часов руководители трех байкальских регионов обсуждали, как решить экономические и социальные проблемы восточной окраине, как привлечь инвесторов, остановить отток населения и сделать комфортнее жить в регионах вокруг Священного моря. В Чите оглашен приговор по одному из громких ДТП за последнее время. К двум годам и семи месяцам лишения свободы был приговорен гражданин Армении, который в ночь на 12 июня, недалеко от здания «Мегаполис Спорт», насмерть сбил двух студенток факультета иностранных языков ЗАПГГПУ. 20-летняя Инна Мусенко и 19-летняя Алена Вологдина возвращались с вечеринки, когда на пешеходном переходе их сбил автомобиль Тойота Веросса, за рулем которого сидел 24-летний Тарун Сафарян. Приговором суда остались недовольны родные и близкие девушек. Дело в том, что подсудимый проведет свой срок в колонии поселения и прав его лишили всего лишь на три года. Естественно, мы этим, мягко говоря, недовольны, потому что за две жизни, причем такие жизни, я считаю, это очень мало дать такой срок. К родителям на суде относились очень по-хамски, родители в буквальном смысле доводили до истерики. Характеристики, которые мы собирали за девочек, их почти не учитывали, сказали, что девушки хорошие и все. Поэтому мы очень недовольны, хотелось бы привлечь общественность к этому, но возмущение. Мать погибшей Инны Мусенко считает, что за смерть дочери и ее подруги Сафарян должен ответить по всей строгости закона, хотя бы отбыть свой срок в колонии общего режима, а не поселения. Женщина намерена обжаловать приговор вышестоящей инстанции. Прокуратура тем временем вполне резонно объяснила столь мягкое наказание Сафаряну. Он попросил провести суд в особом порядке. Мною суду был предложен размер наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием данного наказания в исправительной колонии поселения. Кроме того, мною было предложено суду назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на срок 3 года. Полагаю, что предложенное мною наказание соответствует требованиям закона и соразмерно случившемуся. Хотя зачастую, конечно, общественность и потерпевшая сторона считает его недостаточным, поскольку это зависит не от нас. Данный вопрос урегулирован на законодательном уровне и есть определенные рамки, из которых сторона обвинения, так и суд выходить не могут. Проще говоря, в мягких наказаниях для убийц за рулем виноваты законодатели. После серии громких ДТП в России депутаты планируют ужесточить наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли люди. Например, в Госдуму уже поступил законопроект, предусматривающий лишение пьяных водителей прав на срок до 10 лет. Однако на практике этого явно недостаточно. 30 мая Торон Сафарян тоже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но это не помешало ему через две недели снова сесть за руль, причем чужого автомобиля, и лишить жизни двух молодых девушек. Ученики еще одной Читинской школы на этой неделе пострадали от распыления неизвестного газа. Это случилось 4 октября в 16.15 в туалете школы номер 1. Учащиеся были эвакуированы в Краевую детскую клиническую больницу, госпитализировали 13 человек с предварительным диагнозом ингаляционное отравление средней тяжести. Количество пострадавших уточняется. Несколькими днями ранее, 1 октября, в школе номер 44 поселка Восточный из-за неизвестного газа на больничных койках с диагнозом отравления оказались 15 школьников. Позже в содеянном признался ученик 8 класса той же школы. Он рассказал, что нашел баллончик с газом в прошлом году в Черновском районе Читы. 1 октября принес его в школу и после второго урока распылил на лестнице между первым и вторым этажом. Затем баллончик выбросил. Какое именно вещество находилось в нем, специалистам пока неизвестно. Отвечать за этот эксперимент будут родители мальчика, которых привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына. Кроме этого решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в органах внутренних дел. Праздник особого назначения 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 60 лет. Забайкальские единороссы сообщили, что никаких мероприятий в честь юбилея экс-лидера своей партии они не планируют. А что простые четинцы пожелают своему президенту? 60? Я не знаю, что. Здоровье самое главное. Это самое дорогое. Понятно, спасибо. Да, и долгих лет руководствования. Здоровье. Истин? Ну, терпение в работе. Что еще? Чтобы вы понимали коллеги, наверное. Ну, здоровье, как обычно. Ну, вообще правильных решений, думаю, политических. В основном. Потому что все равно стабильность более-менее наступила. Как бы хотелось бы, чтобы в дальнейшем все то так... Развитие шло в лучшую сторону. Удачи ему. Любви, счастья, здоровья. Все? Так сухо? Да. Ему сойдет. Чтобы дальше все развивалось, чтобы все было хорошо в стране нашей. И чтобы у него все было хорошо. Любви, благополучия, счастья и всего-всего самого. Хотелось бы, чтобы побольше здоровья. Чтобы карьерный нос у него все выше шел. Счастья. Ну, и, конечно же, семейное благополучие. Чтобы он хорошо жил, не ругался со своей женой. Любил свою жену. Что правил страной. Что правил страной. И никогда не уходил из страны. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру